Еще 52 года назад советские власти ввели пятидневную рабочую неделю. С тех пор нормы рабочего времени ни в СССР, ни в России не менялись. Спустя полвека чиновники собрались экспериментировать с рабочими часами. О возможном переходе на четырехдневную неделю в будущем заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на международной конференции труда в Женеве. Стоит подчеркнуть, сказал глава правительства, что сокращение трудовой недели возможно будет только при условии, что зарплаты не станут ниже. Позже глава Кабмина поручил Минтруду до конца сентября представить свою позицию о перспективах такого перехода. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил порталу «Будущая Россия и национальные проекты», что переход на сокращенную трудовую неделю возможен только при условии увеличения доходов россиян и производительности труда. Пока нужно сосредоточиться на росте доходов, и только после повышения их уровня можно обсуждать инновации в трудовом законодательстве, считает министр. Вот что думают по этому поводу жители столицы. Я не поддерживаю эту политику, так скажем. Поскольку уже часов тогда работать. Трегорически против. И так очень много праздников, выходных всяких. И нам, если куда-то нужно обратиться, в какую-то инстанцию, нам приходится очень подолгу ждать. Я только за. Ну, конечно, правда, деклите, но я все равно пока за, чтобы больше отдыхать. Я против. Мне нравится пятидневная неделя. Потому что, во-первых, если урезают на четырехдневную неделю, зарплата будет меньше. Соответственно, хочется побольше денег, да, больше заработок. И тем более три дня балбесничать. Чем заниматься? Очередная глупость. Ну, зарплата будет меньше. Или надо будет в два раза укладываться за эти четыре часа. Это еще больше измотает и отдыхать не будет. Я думаю, что это не оправдает себя. Ну, я думаю, соглашусь. Главное, чтобы зарплата была хорошая. Если мы не потеряем в деньгах, то пожалуйста. Я, в принципе, поддерживаю, лишь бы не урезали зарплату. А клад оставят такой, почему нет? Работать люди будут эффективнее, а три дня выходных тоже приятно.